Консолидация политических сил, особенно тогда, когда страна нуждается в развитии. Это и стало основным заявлением Садыра Джапарова, которого поддержали 80% избирателей. Джапаров выразил готовность сплотить все политические силы во благо страны. Он отметил, что не имеет ненависти к своим оппонентам и призвал их вместе поднять колен. Политические оппоненты, все кандидаты в президенты, оппозиционеры и те, кто далек от политики. Мы обязаны использовать этот уникальный шанс на обновление страны, сделать наши мечты о светлом будущем Кыргызстана реальностью. Уважаемые друзья, в моем сердце нет злости или ненависти ни к своим соперникам, ни к тем, кто приложил все усилия, чтобы дискредитировать меня, чтобы не дать свершиться народной воле. Давайте все вместе превратим наш Кыргызстан в процветающую и счастливую страну. Пусть каждый из нас будет патриотом. Садыр Джапаров высказался и о президентской форме правления. По его словам, дабы сохранить баланс правления, парламент также будет иметь власть. Однако новый проект Конституции будет принят через 2-3 месяца, пока страна будет жить по старому документу, сказал Джапаров. Народ решил, что в дальнейшем будет править президентское правление. Теперь, в ближайшее время, Конституционное совещание должен вынести проект Конституции, проект Конституции, предоставить Джоркенеш, а Джоркенеш должен назначить референдум, дату референдума. После принятия новой Конституции будем провести реформу, политическую реформу. Будет новая структура власти, новая структура правительства, будет новый Джоркенеш. Джоркенеш тоже будет избираться по одномандатным округам и половина по партийной системе. Плебисцит 2021 года в стране прошел открыто и чисто этому подтверждение количества голосовавших. Не было подвозок граждан к участкам подкупа по форме 2, как это было раньше. И даже если в этих выборах приняли участие меньше граждан, все они проголосовали сами без какого-либо принуждения, сказал Джапаров. «Вот вы говорите, что на этих выборах было мало избирателей. Так раньше выборы были фальсифицированными. Существовала форма 2, из-за которой на плебисцит приходили до 3 миллионов человек. Когда мы пришли к власти, мы приняли решение упразднить форму 2, чтобы выборы проходили открыто и честно, чтобы каждый кыргызстанец голосовал сердцем. Отныне и впредь заставлять голосовать медиков, учителей и других госслужащих за того или иного кандидата или партию не будут». Немаловажным вопросом является погашение внешнего долга. И Джапаров рассказал, что у него есть определенные планы на этот счет. За первые годы правления избавиться от всего внешнего долга будет тяжело. Однако, если кыргызстанцы поддержат его, то в течение 3-4 лет это будет осуществимо. «Первые два года нам будет тяжело. У нас есть проблемы в экономике, энергетической отрасли и на политической арене. Но у нас есть возможность в течение 3-4 лет погасить весь внешний долг». Введение внешней политики «Астана» – руль главы государства Садар Джапаров отметил, что будет работать в этом направлении усиленно. Стратегическое партнерство с Кремлем будет укрепляться. «Россия у нас союзнический партнер, главный стратегический партнер. Мы с ними союзники. Мы жили при Союзе 70 лет вместе при СССР. После развала Советского Союза в течение 30 лет мы являемся с ними стратегическим партнером, главным союзником. Остается главным союзником Россия, Российская Федерация». На встрече с журналистами Садар Джапаров отметил и то, что он будет бороться за свободу слова и будет на стороне журналистов. Однако он призвал их всегда давать объективные и двусторонние материалы. Также он отметил, что не повторит ошибок предыдущих президентов и не позволит своему окружению и водителям быть у руля государства и решать кадровые вопросы в стране. Садар Джапаров отметил, что богатство государства – это люди. За годы независимости и из-за коррупционной порочной власти почти треть кыргызстанцев была вынуждена уехать за рубеж в поисках лучшей жизни. Садар Джапаров отметил, что вопросы миграции его беспокоят не меньше других.